Доброго всем утра, приятного всем инфакта! Состоялся неожиданный анонс новой видеоигры по мотивам свинки Пеппе. В My Friend PEPPA PIG игроков ждет обширная кастомизация персонажей. Культовые локации, известные по мультсериалу, включая дом, пляж, снежную гору и картофельный город. А также уникальная история, расширяющая лор вселенной. К проекту также привлечены и оригинальные актеры озвучивания. За разработку ответственна студия, которая подарила нам такие нетленки, как игровые адаптации героев в масках, щенячьего патруля и Братс. Долгожданный хит выйдет на всех актуальных платформах, а релиз намечен на 22 октября. Состоялся другой неожиданный анонс, на этот раз триквела классической глобальной стратегии Виктория. С релиза последней части прошло почти 11 лет, да и в целом контурные карты на дорогах не валяются, разве что пятиклассники ушли в отрыв. Ключевыми особенностями Виктория 3 станут политические сделки, которые придется заключать, чтобы обуздать борьбу интересов в своем правительстве, многоуровневая дипломатия, сложная экономическая система, но я вот, к слову, в контурках не шарю, и мне прикольно оттого, что большое количество фабрик будет затемнять карту, например. Всем фичам фича я считаю. Самый полный список особенностей смотрите у нас на сайте. Не состоялся анонс даты выхода S.T.A.L.K.E.R. 2, поэтому пустующую нишу активно штурмят отечественные разработчики. Студия GFA Games представила геймплейный трейлер своей MoRPG Pioneer, явно целящий в аудиторию любителей Хабара и Маслин. Нас снова ждет эстетический советский постапокалипсис, аномалии, мутанты, кастомизация оружия, все вот в таком ключе. MoRPG, впрочем, это не в классическом понимании слова, сами создатели ссылаются на Тарков в качестве ближайшей аналогии. В игре будет PvE, своего рода данжи, которые можно будет штурмить одному или группой, и PvP, специальная арена, где дерутся все. Вообще, заявленных особенностей там так, много, что будь мы в нулевых, они не поместились бы на обратную сторону дживилбокса. Это и возможности отстрелить конечности, и членство в двух из четырех фракциях, которые автоматически делают остальные две агрессивными по отношению к вам. И уровни влияния, которые не дают больше циферок, а просто открывают дополнительные функции. И бросание гранат ртом, серьезно, посмотрите на эту анимацию. Хотя в официальной группе разработчики отписались, что все уже пофикшены. А еще время суток, которое влияет на поведение NPC. Днем больше мутантов и бандитов, ночером всего один леший, который запросто вышибет из вас все дерьмо. Самый полный список особенностей смотрите на нашем сайте. А релиз, ну, запланирован на четвертый квартал 21-го. По крайней мере в раннем доступе, хотя и перенос со счетов списывать не приходится. Проклятие сталкера подобных игр, знаете ли. В Blizzard прохуделись трубы. Об этом говорит утечка кадров, которая продолжилась на этой неделе. Недавно из компании утек руководитель разработки Джефф Каплан, что в основном расстроило поклонников творчества студии. А теперь ушел и ведущий художник по персонажам Рено Галлан. Некоторые видят в этом плачевную закономерность, потому что с момента анонса Overwatch 2 в компании освободилось сразу несколько ведущих позиций. Самый полный список покинувших Blizzard разработчиков смотрите у нас на сайте. Вообще нет, не смотрите, его там нет. Так что просто вставлю здесь. Хотя званочки и тревожные, особенно с Капланом и Галланом, драматизировать ситуацию до тонущего корабля пока неуместно. В крупных компаниях люди примерно так уходят и приходят, да и Галлан не указал причин, а лишь поблагодарил команду за чудесные годы. Так что давайте просто в очередной раз посравниваем модельки из разных частей Overwatch и поспекулируем в комментах. А вот оно вот к лучшему, что Рено ушел, или все-таки к худшему? Resident Evil 8 получилось не такой страшной, как Resident Evil 7. Такой ход разработчики провернули намеренно, чтобы создать комфортные условия для большего количества игроков. Еще Resident Evil 8 сделали проходимой. И это получилось случайно, потому что в одной из самых предрелизных версий вообще-то творился Вьетнам. Дело в том, что представление о комфорте у Кэпком своеобразное. Да, они избавились от давящих стен, да, дали герою чуть больше простора действий, но при этом расширили орды врагов настолько, что Дейзгантом нервно покашливает в сторонке. Такова была осознанная позиция создателей. Не просто перестрелки. Борьба за жизнь. Считай каждый чертов патрон, держи в уме все отходные пути. И думай, и там думай! Но вот тестеры чё-то думать не захотели и слегка притомились. Обратная пропорция количества патронов и врагов была уж слишком неприятной. И тут Кэпком опомнилась. У нас вообще-то катастрофа, а игра вот-вот уйдет на золото. Ну и подкрутили волколаком тестостерон, да, проредили ряды. А ставку сделали не на припекание задниц, а напротив, на холодок в поджилках. Когда игроки стали чуть реже сталкиваться с нападениями врагов и чуть чаще сталкиваться с ощущением, что враги вот-вот нападут, игра и заработала как швейцарские часы. А с последнего инфакта у нас на сайте набежали обзор SnowRunner для Nintendo Switch, интервью с главой студии, возрождающей серию корсаров Владимиром Бондаренко, рецензия четвёртого сезона Костельвании и свеженький выпуск ReFunda. Увидимся, когда увидимся.